Домой вчера прихожу, включил такой интернет, открыл Яндекс, а там в новостях, как обычно, опечатка. Снегопад угрожает центральной России. Снегопад написано через Т. Снегопад, как психопат. Вообще, конечно, люди работают на новостных этих штуках, им надо чаще, больше спать, надо смены сокращать. Человек, видимо, устает, вообще все, и получается, и Виктор Пиписькин в 3 часа ночи выскакивает на ленте, как человека уволили. И снегопады, и дебильные заголовки. Ну, просто когда на том же Яндексе новость о крещении, крещение, оно же везде, а на главной странице висит заголовок, в Мичуринске можно набрать святую воду. Чувствуешь? Как будто больше нигде. Да, вот. И получается, что все должны что, в Мичуринске срочно сорваться за святой водой? И знаешь, что в Гетеборге случилось? А, когда они ограбили там, круто, и заминировали. Да, причем оказалось, что достаточно заминировать только полицейский участок, чтобы поставить вообще весь город на уши. Потому что полицейские оказались у себя в участке в кольце, и их в городе порядка навести не смогли. А спокойное европейское население тоже запаниковало. И парни, воспользовавшись, ограбили там почту. Ну, я еще по сообществам по-разному поползал. Есть довольно интересные вещи. Но, опять же, все сообщества тоже, знаешь, вот это клубы по интересам. Там, вышивка.ру, рукоделие.ру, все мужики-козлы. Ну, все мужики-козлы забавные, кстати. Потому что там бабы, извините, женщины пишут о том, ну, о своих мужчинах, и какие же они козлы. Вот. Одна тема, вот последний пост буквально обозвала своего мужа козлом, потому что у нее, оказывается, любовник, с мужем она спит раз в месяц по обещанию, чисто технично. Вернее, технически. Может, не технично. Технически. И поэтому мужу, значит, козел. Типа, нет бы там хлопнуть дверью дать мне по е... лищу, да, там, развернуться и уйти. Нет, так он все сносит. Вот козел. Вот козел. Ей забавное сообщество. Заебало комьюнити называется. Это типа японская комната, знаешь, на японском производстве. С тучелом директора, когда любой может прийти и сказать, что ему надоело. Ну, то есть, выплеснуться и уйти. Насрать, короче, где ты. Ну, такой акт вандализма. То есть, такой порядочный вандализм. В принципе, ментальный вандализм. То есть, ну, а что же сделать, блин? Все, меня задолбало. Меня задолбали пробки, очереди, бабки в транспорте. Там, я не знаю, там, снег, больная голова. Все. И ушел. И, может, год туда и не возвращаться в этот комент. Ну, хорошо, хорошо. Девке в шопе я тебе рассказывал. Есть такое сообщество «Девки в шопе». Там про шопинг все. Там молодые московские модницы. Где купить? А какие бренды вы считаете достойными? А мне нужен подарок молодому человеку. А вот я видел здесь за 500, а там за 2000. О, а что же ты за 500-то купил, если там за 2000? Одно это, ну... Писькаминок, конечно, женский. И там девочка. Это давно еще. История просто давнишняя. Приходит и спрашивает. Скажите, а где, по-вашему, ассортимент Зара Круче? На Тверской или там в Гуме? Ну, я как бы в Москве не разбираюсь. И одна девочка первым комментом пишет. А, по-моему, и там, и там убогий. А вторая ей отвечает под этим комментом. А, по-моему, кто-то давно арматуренные поеблющие не получал. Такие вообще припевочки. Не ссорьтесь. Трукотятки. Все эти сообщества можно разделить. Ну, понятно, что они все по интересам. Парадоксально, ну, даже не парадоксально, но факт. И, в принципе, естественно, что там сообщество Tokyo Hotel, оно в топах вообще. Ну, оно и на веру. Потом чуть дальше идет Fallout Boy, My Chemical Romance. Ну, из музыкальной. Что еще? Jane Eyre, Amatory Animal Jazz. Есть сообщества культурные, типа там Ru Philosophy, Ru Culture, Ru Design. Есть программерские сообщества. Есть фотографические сообщества. Вот из фотографических мне очень понравилось сообщество, называется Заброшенный город. Оно, правда, ливинтернетское, что у меня на коле. Потому что ливинтернет вообще на коле. Там сразу была фотография Сипата, я посмотрел. Заброшенные города. Там люди фотографируют, ну, высокохудожественно заброшенные здания какие-то в городах. Заводы заброшенные. Вот. И все это так красиво. На самом деле. И вот они выкладывают эти фотки. Очень советую посмотреть. Потому что иногда ощущение такое, что разрушенные церкви, они более духовные, чем церковь по золоте. Есть сообщество Ru Photo. Ну, там действительно крутые фотки. А если случайным образом через фильтр при модерации попадет туда не очень крутая, то, скорее всего, у нее просто будет ноль комментов. А другой человек в пику открыл сообщество Ru Anti Photo, где фотки вообще неправильные. Причем там без фотошопа, только вот то, что ручками и фотоаппаратом делается. Анти-фо. Анти-фо бьют-фо. В общем, вот так. Ну, такой краткий путеводитель по сообществу. Вот. Ну, и напоследок, наверное, все-таки, если вы хотите убить свой рабочий день, то есть вся одна ссылочка. Никер-пикер-ком. Да. Замечательная штука. Берешь. Ну, это надо смотреть, сами все поймете. Ну, там, в общем, факт в том, что если ты попадаешь на эту ссылочку, то, в принципе, пару часиков из своего рабочего времени вы смело можете выбрасывать. Только будьте внимательны. Если вы уже нажали один раз повернуть, то кнопка подойти ближе не активирована. Поэтому сначала подойти ближе, потом повернуть. Алгоритм простой. А лучше сначала переодеть. Нет, выбрать, переодеть, подойти ближе, повернуть. Жалко нет нагнуть. И у негритяночки нет руки опустить. Она руки высоко держит слишком. Так что, нет, ну, если вы найдете кнопку опустить руки у негритяночки, пожалуйста, напишите нам, потому что мы тоже очень этого хотим. Субтитры сделал DimaTorzok